В эфире программа День города в студии Марина Комиссарова. Здравствуйте! Тема сегодняшнего выпуска. Смех сквозь слезы. Рязанские дорожники рисуют разметку поверх луж. 35 миллионов рублей и 8 лет за решеткой. Суд принял решение по делу о взятках в налоговой. Внимание, мотоцикл! Сотрудники ГИБДД борются с мотоциклистами-нарушителями. Железнодорожный районный суд огласил приговор по делу о взяточничестве в Рязанской налоговой. Бывший замначальника управления Алексей Новиков получил 8 лет лишения свободы и штраф в 35 миллионов рублей с лишением права занимать должности, связанные с властными полномочиями в отношении граждан и организаций, а также работать в госорганах сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Напомним, в августе 2013 года замначальника управления Алексей Новиков вымогал у одного из рязанских предпринимателей деньги за возмещение НДС. Его задержали с поличным при получении в служебном кабинете 1 миллиона 140 тысяч рублей. Обвинение предъявили также трем руководителям межрайонных инспекций, одному заму и посреднику во взяточничестве. Дело передали в суд в марте 2015 года. Экс-начальник межрайонной ИФНС номер 6 Паризанской области Дмитрий Анисимов получил 5 лет лишения свободы и штраф в 11 миллионов рублей с лишением права занимать должности, связанные с властными полномочиями в отношении граждан и организации, а также работать в госорганах сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Экс-начальник инспекции по советскому и железнодорожному районам Роман Чернышев 4 года лишения и штраф в 10 миллионов рублей. Редькин 7,5 лет лишения и штраф в 80 миллионов рублей. Курицын штраф в 9 миллионов с лишением права работать в госорганах на 2,5 года. К Кутникову положили штраф в 4 миллиона рублей с учетом нахождения его под стражей около полутора лет с лишением права занимать должности, связанные с властными полномочиями. С момента оглашения приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в суде. Рязанские дороги в очередной раз появились на федеральном телевидении. Теперь в программе Ивана Урганта. Дорожная разметка в Касимовском районе, нанесенная поверх луж и ям, которую всю неделю бурно обсуждает интернет-общественность, не оставила равнодушным известного телеведущего. Касимовские села Попово и Ахматово прославились на всю страну. Миллионные паблики в социальных сетях и новостные агентства распространили фотографии разбитой дороги между населенными пунктами со свеже нарисованной прямо поверх луж, ям и грязи сплошной разделительной линией. В Рязанской области нанесли разметку на яму с водой. Это здорово, потому что теперь на Рязанской дороге ни одна лодка не выскочит навстречу и все. Информация с фотографиями впервые появилась в группе типичной Касимов ВКонтакте. Комиссия двух министерств установила, что разметку нанесла волгоградская фирма-подрядчик. Ее представитель в свою очередь заявил, что нанести разметку попросил за вознаграждение неизвестный. Впоследствии в социальных сетях появились фотографии с закрашенной разметки. Полицейские уже опросили подрядчика, дорожного мастера и двух рабочих. Будет ли произведен ремонт этого участка дорог? Когда? До 10 июля. По поводу дорожной разметки, нанесена ли будет новая дорожная разметка? Понятия не имею, это не мой вопрос. А кто выполнял эту разметку? Понятия не имею тоже. Хорошо, спасибо, всего доброго. Хорошо. Напомним, Рязань уже не в первый раз попадает во внимание Ивана Урганта. В ноябре 2013 года исполняющий обязанности главы Рязанского Росприроднадзора Алексей Григорьев, ставший фигурантом уголовного дела о браконьерстве, попал в шоу. Иван Ургант сообщил о создании Фонда защиты чиновников и продемонстрировал его эмблему. Практически копию эмблемы Всемирного фонда дикой природы, но с лицом человека. Второй раз Рязань упомянули в вечернем Урганте в сентябре прошлого года, когда у хоккейного клуба «Рязань» появился новый талисман – хоккейный гриб. Напомним, при создании талисмана выбирали из нескольких вариантов – от разных животных до евпатии калавраты и косопузого мужика. Если не побеспокоиться о сохранности своего имущества перед отъездом в долгожданный отпуск, то в отсутствие хозяев в квартире могут побывать непрошеные гости, о чьем визите станет известно лишь спустя некоторое время. Это намного затруднит поиски предполагаемого преступника и похищенных вещей. Вопрос профилактики квартирных краж зависит не только от непосредственной работы сотрудников правоохранительных органов, но и в значительной степени от бдительности самих собственников. А они нередко дают злоумышленникам повод для осуществления криминального плана, заранее раскрывая свои секреты, оставляют в пустующей квартире сообщения на телефонном ответчике, делятся планами о будущих поездках в социальных сетях. Казалось бы, что плохого может быть в обыкновенной фотографии, где человек в панамке с приклеенной на носу бумажкой делится впечатлениями, как здорово вместо офисного костюма наконец облачиться в сланцы и шорты. Но прогресс неумолим. С недавнего времени именно социальные сети стали надежным инструментом для квартирных воров. Оказывается, никто так часто не заходит на наши странички, как преступники, и лайки тут совершенно ни при чем. Домушники используют различные хитрости и уловки, чтобы выведать, в какое время квартира остается без присмотра. Часто мы сами им помогаем. В социальных сетях многие делятся с друзьями своими планами через статусы. Например, в отпуске до конца июня, наслаждаюсь отдыхом на берегу океана или отдыхаю на даче с семьей. Вот вам и приглашение. Летом количество квартирных краш увеличивается почти вдвое. Одни слишком громко уезжают, давая сразу зеленый свет грабителям. Другие открывают специально форточки, чтобы проветрить квартиру, а третий и вовсе готовы закрыть входную дверь на обыкновенный шпингалет. Иногда лучше замков с повышенной секретностью и сигнализацией работают самые обыкновенные соседи, которые готовы присмотреть за вашей квартирой в отсутствие хозяев. Но и их нужно выбирать правильно, чтобы любопытная старушка не выдала все как на духу первому проходимцу. 23 июня сотрудниками региональной госавтоинспекции проводилось профилактическое мероприятие «Мотоцикл», направленное на выявление нарушений водителями, управляющими мототранспортом. ДТП с участием мотоциклистов – не редкость, поэтому и возникла необходимость проведения регулярных профилактических мероприятий. За время проведения операции сотрудники госавтоинспекции выявили 13 нарушений со стороны водителей мототранспорта. Многие молодые водители почему-то думают, что для путешествия в потоке машин достаточно наличия одного мотоцикла, а права и госномер – побочный эффект, без которого можно обойтись как минимум до встречи с сотрудником ДПС. За один только профилактический рейд было остановлено больше 10 нарушителей. Так, около 8 часов вечера на улице Вознесенской был остановлен мотоциклист. В ходе проверки документов выяснилось, что водитель управляет мотоциклом, не имея права управления. По словам молодого человека, сотрудники при исполнении застегли его врасплох на светофоре, когда его мотоцикл заглох. Транспортное средство зарегистрировано в установленном порядке? Да. То есть стоит... Нет на поле. Ну, а госноваристационный знак стоит на мотоцикле? Значит, транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке. При этом, что бывает за нарушение, водитель мотоцикла знает хорошо. В частности, за то, что управлял транспортным средством, не имея права управления, 15 тысяч рублей. 800 рублей за то, что не зарегистрировано в установленном порядке. И 800 рублей за то, что не имел полиса ОСАГО. Грустно наблюдая, как его мотоцикл грузят на эвакуатор, молодой человек лишается почетного права причислять себя к полноправным участникам дорожного движения. А ведь неприятного момента можно было избежать. Это на заметку еще не пойманным нарушителям. В ближайшие две недели каждый рязанец может попасть в Италию, не выезжая из города. В кинотеатре Люксор Круиз начался фестиваль итальянского кино. Далее сюжет на правах рекламы. Из Венеции в Рязань фестиваль итальянского кино, открывшийся в кинотеатре Люксор, стал искусным рукотворным мостом между странами, художниками и зрителями. Итальянские истории – это современные фильмы разных жанров, которые привлекут зрителей, интересующихся современным европейским кино. Трогательные, веселые, познавательные, яркие, как сама жизнь. Уникальный кинофестиваль для всех любителей хорошего кино. В сборник были отобраны лучшие картины последних лет, участники и победители многих европейских и региональных фестивалей Италии. Это уникальное мероприятие для нашего города. Кинотеатр Люксор по всей сети показывает авторское итальянское кино. Но эти фильмы еще не выходили на русском языке в прокат в нашей стране. Две недели жители Рязани каждый день будут смотреть драмы, отважно сплетающие религию и мистику, романтическое документальное кино о людях и памятных местах, мелодрамы, не стесняющиеся надрыва чувств, истории о парнях с улицы. Широкий и яркий спектр кино современной Италии не сдают позиции ведущей европейской кинематографии. Мне очень нравится сама итальянская культура, как бы Венеция сама, это очень красиво. И хорошо, что у нас в Рязани проводится вот такой вот с классической музыкой при показе интересного фильма. Сегодня будет представлен первый фильм в программе итальянского фестиваля. Это фильм «Венецианские львы». И с ним могут ознакомиться как и наши гости, так и обычные зрители, которые пришли в кинотеатр. Партнерами фестиваля стали гипермаркет Мэтр Кэш-энд-Кэрри, которому в этом году исполняется 10 лет. Сеть ресторанов «Пасадо Фест» и компания «Пилот Кино», специализирующаяся на прокате итальянских художественных, документальных и короткометражных фильмов. Каждого зрителя встречали шампанским, фруктами и развлекательной программы. А за правильные ответы на заковыристые итальянские вопросы еще и давали подарки. Пригласите нового Акапулька, то есть можно сходить, покупаться, поплавать, отдохнуть, хорошо, не к особенности такой жарой, это очень актуально. Расписание новых итальянских фильмов можно узнать на сайте кинотеатра «Люксор». Не пропустите свежий глоток Италии, жарким летом, не выезжая из Рязани. В священный для всех мусульман месяц Рамадан в певческом корпусе Рязанского Кремля открылась выставка из фондов музея-заповедника под названием «Мусульмане в истории России». На выставке представлены предметы, свидетельствующие о древних и тесных контактах Руси с мусульманскими народами. Арабские дирхемы, золотоордынские монеты, татарские, казахские, таджисские, кокстюмные комплексы, украшения, хозяйственная утварь, фотографии и рисунки художников. В нашем государстве проживают представители более чем 20 мусульманских народов. К ним примыкают многие народы СНГ, азербайджанцы, казахи, киргизы, узбеки, таджики, туркмены. И не одно столетие тесно связаны они с историей России. Большинство мусульман проживают в национальных республиках в составе Российской Федерации. По разным подсчетам их численность превышает 19 миллионов человек. Каждый из этих народов имеет свою более чем тысячелетнюю историю, свои давние традиции. На территории Рязанской области находятся несколько этнических групп, исповедующих ислам, среди которых самые крупные татары Касимовские и татары Мишари. Кроме того, необходимо выделить бастановскую группу, проживающую в окрестностях города Сасово, которая занимает обособленное положение. Я, как представитель организации, объединяющей все национальные вязки, живущие на территории Рязанской области, очень рад, что есть возможность сделать еще один шаг в направлении того, чтобы Рязань и Рязанская область стала областью комфортного проживания людей разных национальностей и разных вероисповеданий. Проект уже вызвал интерес со стороны мусульманской общины Рязанского региона. Мы очень рады тому, что выставка открылась в течение благословного месяца Рамадана, который сейчас идет у нас и мусульман. И это особенно замечательно тем, что все люди, независимо от веры, исповедания, от национальности, могут познакомиться с бытом, с культурой, с частицами жизни мусульман как Российской Федерации, так и всего мира. Здесь представлены одежды, здесь представлены и предметы быта, что используется в обиходной жизни мусульман. Конечно же, все это обогащает наше культурное представление о народе, о другом народе. Живя бок о бок с русскими и другими народами России на протяжении многих столетий, взаимодействуя с ними в различных областях жизни, мусульмане внесли немалый вклад в развитие экономики и культуры страны, в формирование ее социокультурного своеобразия. На выставке представлены предметы, свидетельствующие о древних и тесных контактах Руси с мусульманскими народами. Интерес к мусульманской культуре в сознании нашего общества не случайен. Древняя и красивая, она овеяна волшебством и тайной Востока. 24 июня 1812 года армия французского императора Наполеона I без объявления войны вторглась в Россию. Неприятелю противостояла русская армия под командованием генералов Барклая-де-Толли, Багратиона и Тормосова, насчитывавшая около 240 тысяч русских солдат. Мало кто знает, но в нашем городе есть памятник, посвященный героическим дням той далекой Отечественной войны. На территории Скорбящинского кладбища захоронены 43 участника Отечественной войны 1812 года. Здесь лежат герои трех великих войн. Отечественные войны 12-го года, Первой мировой войны и Великой Отечественной 1941-1945. Весь 1812 год Рязань представлял один сплошной военный госпиталь. Почти все особняки, большие дома, два монастыря, Казанский и Троицкий, были заняты под госпиталь военный. И десятки тысяч раненых прошли через наш город. К сожалению, не всех удалось поднять, потому что раны страшные были, в живот, в голову, ампутации ног. Поэтому часть из них все-таки не удавалось спасти. Поэтому это захоронение 1812 года является важнейшей частью вот этого огромного, большого Скорбящинского мемориального комплекса. А этот храм историки считают храмом-воином. С момента своего основания он стал активным участником боевых действий. Здесь совершались молебны о силе русского оружия, панихиды по убиенным, по тем раненым, которых не удалось спасти. И цифра 43 на сегодняшний день известна. Это, наверное, не совсем точная цифра, потому что поиски продолжаются. Идет работа по установлению всех погибших или умерших от ран в госпиталях нашего города. Поэтому количество на мемориальной доске, наверное, со временем изменится. Но мы должны знать, что, наверное, главное место поминания героев 1812 года для нас это здесь, на Скорбящинском мемориальном комплексе. Набережная реки Трубиш – одно из самых красивых мест города. Она соединяет храм Спаса на Крови и памятник Есенину с ансамблем Кремля. Здесь, в маленьком сквере, стоит стелла – памятник, увековечивший имена героев Отечественной войны 1812 года. Тех рязанцев, которые не вернулись с полей сражений. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Смотрите новости, актуальные интервью и авторские программы на сайте город62.тв. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Мы прощаемся с вами до понедельника. Хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова